Продолжение следует... Они, конечно, подтверждены тому, что это очень тяжелая категория пациентов, несмотря на то, что это гетерогенная группа такая и небольшие органы, которые располагаются очень близко друг к другу, переход на соседние структуры, который может приводить к значительным изменениям функциональным, косметическим и приводить к таким тяжелым последствиям, как пациент теряет возможность социально становится неадаптированным и может быть потерян для общества. Хотел бы сказать о том, что поскоклеточный рак чаще всего повреждается структурой и подвержен заболеванию в большей степени это мужчины. Это практически 3% против 1,5% женщин. Но и, к сожалению, на сегодняшний день мы видим далеко запущенные распространенные стадии и достаточно трудно лечить этих пациентов, поскольку при распространении ограничены возможности того или иного метода лечения. Ну и то, о чем мы сегодня очень много говорили, о ВПЧ-инфекции, мы видим, что в зависимости от ВПЧ мы видим эффект проводимого лечения общей выживаемости и продолжительности жизни этих пациентов. Основными факторами развития плоскоклеточного рака головы и шеи мы говорили о них сегодня очень много. Ну и это употребление алкоголя, употребление табака, это вредные привычки, это ВПЧ-статус пациента, ВИЧ-инфекции, иммуносупрессии, пштейнобар-вирус. И, конечно же, на сегодняшний день мы видим, что у нас имеется увеличение количества пациентов как по мировым данным, так и по данным в Российской Федерации. Также растет число умерших пациентов при выявлении этой опухоли, если эта опухоль также находится в далеко зашедших стадиях. Удивлением является то, что, несмотря на то, что мы видим пациентов и опухоли, располагающиеся на боли, на поверхности, чем, например, речь идет, если будет идти о глотке или носоглотке, то в этой же ситуации мы также и видим, что обращаемся к пациенту и летальность, например, при раке губы составляет 4,1 на первом году жизни. По данному слайду мы видим, что кривые выживаемости опухоли в зависимости от локализации также на первом месте является, конечно, губа. Ну и если говорить о других локализациях, то худшим это, конечно же, гортань, гортаноглотка. Диагностическими критериями они стандартны, и позвольте не останавливаться подробно, но на что мы сегодня опираемся, это, конечно, о чем я говорила ранее, это как вирусная нагрузка, так и определение ее СПС в иммуногистохимической ткани опухоли при исследовании и полноценном обследовании при иммуногистохимии. На сегодняшний день мы очень много говорим о пациент-ориентированности, о том, как мы относимся к лечению, о том, почему мы назначаем тот или иной препарат и почему назначается то или иное лечение. В данной ситуации нам необходимо обязательно учитывать план лечения пациента и учитывать обязательно факторы, которые ассоциированы могут быть, либо с самой опухолью, это речь идет, опять же, о ВПЧ-статусе, о агрессивности процесса, о локализации, распространенности стадии. Те факторы, которые могут быть ассоциированы с пациентом, несмотря на то, что пациенту необходимо лечение, мы должны обязательно предпочтение отдавать пациенту его видимости и его осознание своей проблемы, своего заболевания. Очень важным является фактор, ассоциированный с препаратом. Необходимо понимать, что определенный уровень токсичности и токсический профиль препарата, он будет определяющим в назначении того или иного лечения, поскольку мы не можем назначать препараты, несмотря на эффективность, если пациент невозможно ему перенести то или иное лечение. То, о чем мы говорим на сегодняшний день очень часто, это ВПЧ-статус пациента. Мы чаще всего по данным ряда исследований видим, что на основании многих, многочисленных исследований, когортных исследований, чаще всего это ротоглотка. Ротоглотка занимает одно из первых мест по распространенности, и чаще всего это может быть как медалин, так и основание корень языка. И, как видите на слайде, представлено уже относительно, если ранее мы говорили просто о общей выживаемости пациентов, то у нас есть очень четкое распределение на местно распространенный метастатический процесс, и обязательно является ВПЧ-статус пациента. И, как видите, как при местно распространенном, так и метастатическом процессе, мы видим, что при HPV-позитивном статусе мы видим пятилетнюю общую выживаемость выше, чем в стандартном, в потрясательном статусе. И хотел бы сказать также, что ряд исследований опубликованных говорится о том, что эффективность терапии, получаемой пациентом, в том числе химио-лучевой терапии, она зависит от ВПЧ-статуса. И риск смерти в группе P16-позитивный, он снижен на 64%. Основной метод лечения, о котором хотелось бы поговорить, и не говоря конкретно о хирургическом лечении, о котором много говорилось и сегодня в том числе, у наших пациентов подход, конечно, комбинированный. Мы опираемся на клинические рекомендации Минздрава Российской Федерации прежде всего. Ну и, как видите, в исследованиях и в самом НССН, если обращаться к рекомендациям НССН, мы видим, что четкое разограничение, и даже несмотря на то, что есть первая-вторая стадия, здесь зависит от HPV-отрицательного статуса или HPV-позитивного статуса, в зависимости от этого выбирается метод лечения. Клинический случай, который бы хотелось представить, несмотря на то, что эти пациенты с большим распространением ухлепроцесса, и здесь, конечно же, предпочтительным являлось бы, может быть, и хирургическое вмешательство, но тем не менее, как говорила ранее, это обязательно факторы, ассоциированные с пациентом, категоричное отношение и лечение, возможности лечения хирургического определяется группа определенная, где в данном случае это пациент, которому была проведена химио-лучевая терапия, как видите, большое массивное распространение с выходом в окружающие ткани, деструкция хрящей гортани и мягкие ткани задействованы. У пациента после проведенной химио-лучевой терапии в настоящий момент имеется стойкая ремиссия, полная регрессия, и по данным МРТ-сканов, как видите, есть восстановление тканей, которые были разрушены ранее. Также мы проводим и возможности химио-меболизации. На сегодняшний день очень много статей, очень много работы, в которых говорится, что это позволяет на сегодняшний день нам достаточно успешно лечить пациентов, и особенно, когда есть риски кровотечения, когда смесно распространенные, это позволяет не прерывать лечение химио-лучевой терапией, это позволяет провести лечение достаточно эффективно и успешно, поэтому мы на сегодняшний день достаточно успешно используем методику химио-меболизации сосудов опухоли в рамках комбинированного лечения. Далее химио-лучевая терапия, получаем стойкий эффект от проведенной, и эффективность выше, конечно, значительная, когда в плане идет комбинированное лечение. Еще один пациент, которого также я ранее демонстрировала, о том, что пациенту предлагалось хирургическое лечение удаления этой опухоли, попытка все-таки выполнения химио-лучевой терапии, у пациента стойкая ремиссия и нет прогрессирования. Еще один из методов лечения в плане комбинированного лечения, который мы сегодня также тщательно подбираем пациентов и используем, у пациентов распространение рак слизистой оболочки дна полустирта, пациент лечился в другом стационаре, была проведена лучевая терапия, неполный объем был проведен и обратился в институт. Мы провели уже, учитывая местное распространение, учитывая факторы, ассоциированные, опять же, с пациентом, мы провели брахиотерапию, установили эндостаты, и пациент достаточно успешно был пролечен при помощи этой методики в комбинации, в плане комбинированного, опять же, лечения этой терапии. Хотел бы сказать о том, что мы говорили как раз в первой сессии с профессором Кропотом о том, что действительно на сегодняшний день возможности лекарственной терапии позволяют все-таки пациента ориентированную терапию и непосредственно от того, что мы сегодня можем видеть и какие факторы будут способствовать назначению того или иного препарата. Арсенал, несмотря на то, что мы сегодня настолько уже успешно продвигаемся вперед, небольшой этих препаратов, один из первых препаратов – это токсимаб, о котором тоже немного хотелось бы сказать о том, что это единственный таргетный такой вот препарат, который мы используем, и он также в комбинации с лучевой терапией демонстрирует увеличение общей выживаемости, и пятилетняя выживаемость была достигнута 46% в комбинации цитоксимаб и лучевая терапия в сравнении с лучевой терапией иммунной режиме. Еще два препарата, о которых бы хотелось сказать, это Ниволумаб и Пембролизубаб, это иммуно-онкологические препараты, которые на сегодняшний день плотно вошли в арсенал препаратов для лечения пациентов с опухолями головы и шеи. Мы видим, что, анализируя именно плоскоклеточный рак головы и шеи, имеет средний уровень соматических мутаций в сравнении с другими опухолями. Но если рассматривать шкалу, которая представлена, мы видим, что один из самых высоких уровней инфильтрирующих опухоли Т-лимфоцитов среди всех 19 типов опухоли, которые представлены. Ну и очень важным является то, что PD-L1 мы видим как на опухолевых клетках, так и на иммунных клетках. И чаще всего, конечно же, при плоскоклеточном раке головы и шеи, мы видим, что определяется чаще всего PD-L1 экспрессия на иммунных клетках, нежели чем на опухолях, что позволяет дальше перспективно нам понимать, что мы будем получать значительный эффект. И наибольшая эффективность терапии мы видим, что в ВПЧ статус положительный и наличие экспрессии PD-L1, когда имеется на иммунных клетках. И говорит о том, что стандартная химиолучевая терапия, лучевая терапия план комбинированного лечения, наиболее эффективна у пациентов, в группе пациентов, где P16 позитивная, и когда имеется PD-L1 экспрессия именно на иммунных клетках. Исследование Checkmate 141, в котором также двухлетнее наблюдение, мы видим, что эффективность Нивы Лумаба увеличивается при наличии также экспрессии PD-L1. И, как видите, медиана общей выживаемости при PD-L1 меньше единиц составляет, вернее, медиана общей выживаемости – это плюс один месяц, нежели если PD-L1, мы видим, более одного процента, то общая выживаемость медиана составляет более трех с половиной месяцев. Интересное исследование Keynote 040, о котором очень много говорим. Это исследование, которое было проведено с пациентов в группе плоскоклеточным раком головы и шеи – это пембролизумаб в стандартной терапии сравнения. Мы видим, что показатели общей выживаемости при CPS положительно, достоверно выше в группе пациентов, получавших пембролизумаб. И под группой пациентов с негативной экспрессией мы видим, что показатели общей выживаемости будут сопоставимы. Очень интересное исследование, о котором бы хотелось бы также рассказать, такие НОТ-48 – это первая линия системной терапии. Мы видим, что в данную группу это три рукава – это монотерапия пембролизумабом, это пембролизумаб плюс химиотерапия и режим экстрим. И далее, как видите, мы видим, что факторы стратификации – это экспрессия PDL, TPS больше 50 и в комбинации и в сравнении, где TPS будет меньше 50%. P16 – статус для рутоглотки, позитивный против негативного. И мы видим, что четырехлетняя выживаемость – это 48 месяцев составило. Пембролизумаб мы видим, что 21,6% в сравнении с группой, в которой был режим экстрим – это 8%. Если смотреть по работе также пембролизумаб и химиотерапии с комбинацией против режима экстрим, мы видим, что также наблюдение 48 месяцев и в наблюдении 28,6% в сравнении с 6,6%. И также мы видим, что пембролизумаб и химиотерапия в комбинации против режима экстрим, мы видим также при CPS больше единицы – это 21%. Но если сравнить CPS больше 20% и больше единицы, то мы видим, что эта комбинация, конечно, выигрывает 28,6%, если CPS больше 20%. Делительность ответа – пембролизумаб и в сравнении с режимом экстрим мы видим, что PDL1 – CPS больше 20% и CPS больше единицы. И, как видите, мы видим на графиках, действительно, пембролизумаб выигрывает от 23,4% и 24,8%. То есть здесь, конечно же, имеет большое значение определение данного статуса. Исследование Кейнот 0,48, о котором мы много говорим, который был представлен и на ESMO в 2020 году, также это исследование по пембролизумаб и экстрим, сравнение эти режимы, промежуток 4-летнего общая выживаемость был оценен. И, как видите, при CPS больше 20% и в сравнении с CPS больше единицы были сравнены пембролизумаб и режим экстрим, и мы видим, что 21% против 16%. В группе пациентов, которые получали пембролизумаб и 8% в сравнении в группе экстрим против 5,9% – это те пациенты, у которых CPS больше единицы. Ну и в сравнении пембролизумаб также с химиотерапией в сравнении с режимом экстрим, мы видим, что PDL при CPS больше 20% промежуток медианной выживаемости и просмотренных пациентов 48 месяцев. Мы видим, что при сравнении группа пембролизумаб и химиотерапии с режимом экстрим – это 28,6% и 21,8%. И также хотел бы отметить, что CPS больше 20% в первой группе и вторая – CPS больше единицы. Длительность ответа пембролизумаб в сравнении с режимом экстрим также большое внимание уделяется CPS больше 20%, CPS больше единицы. Как видите, мы видим, что в группе пембролизумаб – это 23,4% и в группе экстрим – это 4,2% и в сравнении, где CPS больше единицы или равно единице, мы видим, что группа пембролизумаб – 24,8% и режим экстрим – это 4,5% медиана выживаемости. Мы видим, что эти пациенты, которые приходят к нам, мы понимаем, что эту группу пациентов обязательно нужно изначально представлять план лечения, каким образом мы будем с чего начинать, какой план комбинированного лечения будет назначен данному пациенту. И, как видите, большая группа такой мультидисциплинарной команды, которая будет работать с этими пациентами до начала лечения, в процессе лечения. И очень важно, каждый участник этой команды имеет большое значение в лечении этих пациентов и в эффективности лечения этой группы пациентов. Большое спасибо за внимание.